Добрый день, уважаемые телезрители! В прямом эфире на телеканале Юрган случай из практики в студии Северин Арпа. В нашей стране очень много профессиональных праздников. Свой день есть и у сотрудников военных комиссариатов. К слову, впервые они были учреждены почти 100 лет назад. Как развивалась история военкомата в нашем регионе и какие обязанности сейчас исполняют его сотрудники, об этом сегодня и побеседуем. В нашей студии Виктор Беляев, помощник военного комиссара республики Коми. Также Дмитрий Болтыхов, начальник отдела военного комиссариата республики Коми. Игорь Обезручко, начальник отдела военного комиссариата республики Коми по Сыктывкару и Сыктывдинскому району. Игорь Иванович, добрый день. Давайте начнем с истории. Когда был образован республиканский военный комиссариат, потому что российский, мы знаем, он был в 2018 году. Началась история. У нас как развивалась? Ну, во-первых, хотелось бы сказать, что военный комиссар республики Коми, Федин Дмитрий Вареевич, сегодня хотел прийти на эту передачу, но не смог, потому что находится на заседании Координационного совета при правительстве, как раз по вопросам военно-патриотического воспитания. А вообще, если обратиться к истории, значит, 8 апреля 1918 года декретом Совета народных комиссаров были созданы и учреждены областные и губернские военные комиссариаты. Наш военный комиссариат непосредственно республики Коми был образован 1 июля 1922 года. В этот же момент были созданы еще военные комиссариаты Усть-Куломского и Усть-Вымского района, а существующие военные комиссариаты Усть-Сысольского и Печорские уездные комиссариаты были переподчинены тоже областному военному комиссариату Республики Коми. И 8 апреля, в соответствии с указом как раз президента, то что вы сказали, президента Российской Федерации, это с 2006 года, 8 апреля считается днем сотрудников военных комиссариатов. Игорь Владимирович, что сейчас входит в обязанности военных комиссариатов? Помимо обеспечения призывной работы, наверняка еще какая-то деятельность? Ну, что входит, это, в принципе, очень большой объем работы. Значит, это начинается с мобилизации милиционной работы, воинский учет, учет техники, ну и также мы работаем с призывниками. Значит, это не только в армию мы посылаем, но и ребят посылаем на альтернативную гражданскую службу. Вот. Подготовка специалистов проводится, также мы направляем военные училища, с высшим учебным, высшим учебным заведением и средним профессиональным. Ну и основная сейчас задача, мы помогаем, значит, комплектовать вооруженные силы по контракту. Дмитрий Валентинович, много ли сейчас, кстати, желающих служить по контракту? Вот, например, у меня у дочери в классе некоторые мальчишки уже собираются стать военными специалистами, несмотря на то, что пятый класс, но тем не менее. Что скажете? Несмотря на все трудности, которые у нас переживает страна, в последнее время престиж и привлекательность военной службы увеличивается, поэтому с каждым годом желающих поступить на военную службу по контракту становится все больше и больше. Например, в прошлом году было в пределах 450-470 человек, на сегодняшний день это уже 130 человек ушли на военную службу по контракту, то есть непосредственно пошли воисковые части. Естественно, их отобрано гораздо больше. К гражданам, которые изъявили проходить военную службу по контракту, предъявляются определенные требования. Например, это образование не ниже 11 классов, состояние здоровья, естественно, без ограничения категории годности А. Ну и желательно иметь какую-то профессию, чтобы пойти на военную службу по контракту. Ну и такое новшество с прошлого года. Даже гражданин, который не служил в армии по призыву, имеет право заключить контракт на прохождение военной службы. Но для этого надо закончить высшее учебное заведение. То есть такие граждане уже были у нас, это порядка 15-18 человек за это время были направлены на военную службу по контракту. То есть люди идут, желающих много, но так как качество комплектования армии становится, вернее, увеличивается качество, становится все лучше, поэтому не каждый гражданин, даже если он желает, может попасть на военную службу по контракту. То есть сейчас уже такой отбор проходит серьезный? Да, отбор уже более серьезный, поэтому определенные требования к каждому кандидату предъявляются, он рассматривается, проверяется его уровень психологической, уровень физической подготовленности, состояние здоровья. Ну и, естественно, командиры частей тоже непосредственно рассматривают каждого кандидата. Но преимущественно наши, как говорится, жители республики выбирают прохождение службы, это в частях и соединениях Западного военного округа, то есть подразделения части Северного флота. Это хорошо, хорошо, что вот так улучшается система подготовки, отбора. Есть у нас телефон прямого эфира, напомню всем телезрителям, 46 90 60, и вот подсказывают, что есть у нас звоночек. Добрый день. Добрый день. Мы вас слушаем. Республика Коми, город Ухта, Алексей меня зовут. Я хотел бы задать вопрос лицам, значит, военного комиссариата о том, что какие действия по поднятию патриотического движения, по взаимодействию между военкоматом, работниками и казачеством проводятся в республике Коми. Потому что и казачество тоже занимается как бы поднятием любви к отечеству и патриотического движения. Как бы это взаимодействующие структуры, как бы, и на каком уровне они взаимодействуют, мне бы хотелось бы укуснуть в республике Коми. Спасибо. Итак, какие-то совместные мероприятия, сказать что есть у вас? Ну, с казачеством, как таковых, больших масштабных, конечно, мероприятий мы не проводим, но, тем не менее, казачеством мы привлекаем, кстати, вот Сыктывкарский военкомат, привлекает их для сопровождения, когда идет призывная кампания, для сопровождения команд из города Сыктывкара в Ему на сборный пункт, для обеспечения и поддержания порядка при передвижении, допустим, в автобусах и так далее. И они также находятся на сборном пункте в течение целого дня и также оказывают нам помощь в поддержании внутреннего порядка. Но вы считаете, что это плюс? Это хорошо, что есть такая поднятия? Конечно, плюс. Совместная работа. Конечно, плюс. Это большой плюс, потому что, все-таки, когда идет отправка, большие партии, когда прибывают, на сборном пункте иногда собираются перед отправкой большими партий, там, свыше ста человек. То есть, конечно, для того, чтобы поддерживать порядок, и все там было, очень даже хорошо, когда казачество оказывает такую помощь. Игорь Иванович, а проводится какая-то вот разъяснительная работа со стороны военкомата, допустим, с учениками старших классов или, может быть, в вузах? Может быть, какие-то встречи проходят, где подробно рассказывают о службе? Ну, скажу так, что мы эту работу проводим круглый год. Мы не останавливаемся даже, вот когда каникулы, да, то есть, помимо даже учебного процесса, когда в учебный процесс идет, это проще, конечно, намного. Мы собираем ребят в учебных заведениях, в высших учебных заведениях, и проводим разные встречи, значит, не только с работниками военкомата, кто служил, например, да, рассказывают о своей службе, а также престиже и как поступить в военное училище. Но также сейчас очень интенсивно мы приглашаем с учебных заведений офицеров, которые приезжают конкретно с каждого учебного заведения, рассказать о своем учебном заведении, показать какие-то фильмы, и уже непосредственно рассказать престиж военной службы. Вот, а помимо этого, я говорю, что мы в лагерях проводим беседы, встречи с ребятами, проводим какие-то совместно с Советом ветеранов, значит, проводим мероприятия, вот, мы в течение этого года проводили передачу Знамени Победы. Это вот все как патриотическое воспитание граждан идет, ну, и разъясняем, и рассказываем, потому что много вопросов задается по службе сейчас, по службе в армии, вот, и многие высшие учебные заведения стали интересоваться по контракту, вот. Есть у нас определенные, скажем так, клубы, в которых мы практически уже, как, скажем так, из года в год, ежеквартально встречаемся с призывниками, вот, и готовим какую-то тематику определенную и рассказываем о том, что изменилось в армии, какие тенденции сейчас, ну, и все, что многое. Ну, буквально на следующей неделе у нас будет уже такая встреча. А где будут проходить? Вот в центре, в парке есть центр, у меня другого водителя Бакулина, вот, мы встречаемся на ее, скажем так, территории, они готовят, ребят приглашают, родителей, мы сейчас стараемся как можно больше... Это очень важно, кстати. Да, больше приглашают родителей, чтобы родители понимали, что изменилось в армии, как относятся, чтобы относиться к армии сейчас, и у них, и у родителей, и у ребят изменилось, ну, кардинально. Почему? Потому что быт, например, изменился очень кардинально, очень. Значит, прохождение службы изменилось тоже. Сейчас в основном это боевая подготовка, вот, нет того, что раньше было. Поэтому надо ребятам показывать и рассказывать. Это хорошо, это правильно, конечно. Есть у нас телефонный звонок. Добрый день, мы вас слушаем. Здравствуйте, меня зовут Анастасия, я из города Сыктывкара. Вы знаете, меня очень волнует такой вопрос. Я воспитываю тройняшек, нам сейчас почти 6 лет, двое из которых мальчики. Вот, мы очень любим нашу родину, мы сами патриоты нашей родины, я сама сотрудник. И мне хотелось бы узнать, вот, какой самый ранний возраст, и вообще у нас, где в городе Сыктывкаре, могут малыши мои, вот, куда их можно отвезти, чтобы, ну, как сказать, чтобы они вот это увидели, вдохновились, чтобы вот они увидели военную службу, там, солдат и так далее. Потому что мы ходили на парад 9 мая, но там не тропиться, они, конечно, видят этих солдат, строевая подготовка, там, марш, они очень вдохновляются этим, но это все. Сейчас попытаемся ответить. Спасибо, Анастасия. Спасибо, Анастасия Викторович. Может, вы? К сожалению, на территории Республики Коми у нас специализированных учреждений Министерства обороны они нету, и только при школах, каких-то учебных заведениях созданы кадетские классы. Это единственный вопрос. А так, если есть желание у Анастасии, то с 4 класса можно поступить в кадетский корпус или в Суворовское военное училище. Более подробную информацию приходите, мы вам дадим. Я хочу добавить, что, да, то есть, если инициативная группа, например, того садика, куда они ходят, да, к примеру, родителей выйдет с предложением, например, посетить войсковую часть, нашу 51-34, то никаких проблем в этом не будет. Командир идет всегда навстречу, покажет, у них очень замечательный сейчас музей открылся, новый обновленный, и покажет и быт, и все, что даже для маленьких ребят. Почему? Потому что надо воспитывать патриотизм не с 18 лет, а раньше, намного раньше. Кстати, в прошлом году мы проводили в Вильгардской школе, по-моему, третьи классы, уже младшие классы, мы организовывали как раз на базе нашей воинской части посещение музея, расположение, где солдаты живут, как питаются, то есть показывали, непосредственно школьников приводили и показывали. Но в саде, конечно, тоже можно. Но, с другой стороны, с такого возраста уже не представляю, какой это будет эффект, когда в группе сидят мальчишки, и тут приходит человек в форме. Мне кажется, это будет хороший эффект, и в будущем хорошо повлияет на самоопределение молодого человека в жизни. Давайте сделаем небольшую остановку на рекламу. После эфира мы продолжим. Напоминаем, сегодня Всероссийский день работников военкомата. И, собственно, у нас сотрудники военкомата республиканского сегодня в студии. Продолжим через несколько минут. Продолжается программа «Случаи с практики». Мы в прямом эфире в 46.90.60. Напоминаю, тема сегодняшнего эфира – это день работников военных комиссариатов. И сегодня у нас как раз представители республиканского военного комиссариата в студии. И мы продолжаем общение с ними. Изменение отношения граждан, ребят к военной службе, оно сейчас видно на лицо, Игорь Иванович? В последние годы очень сильно вырос интерес к прохождению службы со стороны граждан призывного возраста, я имею в виду. В связи с тем, что, во-первых, это преимущество для поступления на службу как в силовые структуры, так же и в организации, госслужба, муниципальная служба. Очень сильно изменился быт сам, прохождение службы. Скажу так, что тенденция такая пошла уже несколько лет. Ребята берут осрочки для того, чтобы пройти осрочку от учебы, чтобы пройти службу. Поэтому тенденция очень такая положительная. А вот вы сказали, что можно после 11 класса сразу пойти. Может ли человек там получить сразу в армии специальность какую-то, получается? Да, у нас есть учебные воинские части, где военнослужащие получают какую-то воинскую специальность. В принципе, военнослужащие все получают военные учетные специальности. Он приходит, когда уже увольняется, то у него обязательно должна быть одна воинская учетная специальность. В любом случае она будет. А гражданскую, например, ну там, как водитель, например, да, или есть такие специальности, как водитель МАС-543, например, да, эту специальность очень тяжело на гражданке получить, вот, а в армии он и получает. И дорого. Ну да, скорее всего, и дорого. Почему? Потому что такую специальность, такую корочку получить очень, на гражданке очень тяжело. Дмитрий Владимирович, приходят ли такие ребята, которые хотят сразу вот именно в какой-то род войск или именно по конкретной какой-то специальности служить? Ну, конечно, есть. Мы рассматриваем все, как говорится, предложения и заявления граждан, которые изъявили проходить военную службу в том или ином роде войск или виде вооруженных сил. Поэтому, если он подходит по всем критериям, то есть по состоянию здоровья, по образованию, по уровню, имеет какую-то специальность, то мы всегда идем навстречу. Проблем никаких нет. А в каких родах больше всего служат у нас граждане из Коми, ребята? Ну, ребята из Коми у нас служат в основном, это части и соединения западного военокруга на территории. Но поймите, что округ у нас довольно-таки большой. Это от Балтийского моря и до Воронежская, Липецкая, Брянская области. И в основном части и соединения сухопутных войск, части ВДВ соединений и части северного и Балтийского флота. Вот такая специфика прохождения службы. Виктор Ильич, возвращаясь к истории, все-таки грядет столетие военных комиссариатов России, 95 лет нашему военному комиссариату. Какой-то, может быть, к этому моменту будет создан музей, или может быть он уже есть, или что-то такое, чтобы можно было ознакомиться? Ну, у нас в военкомате пока что, как такого музея, ничего нет. Но в этом году мы посовещались с военкомом, и вот появилась такая идея у нас создать летопись военного комиссариата. Потому что у нас, в принципе, есть написана книга нашим сотрудникам Копытиным, поклонникам Копытиным Владимиром Николаевичем, она называется «История военных комиссариатов Республики Коми». Она издана, и здесь описана история военного комиссариата, период Великой Отечественной войны и окончание, где-то период до 60-х, 70-х годов. Поэтому сейчас рождается такая, заразилась у нас идея продолжить, может быть, создание какого-то фотоальбома, может быть, каких-то видеоматериалов для того, чтобы иметь возможность в дальнейшем создать, может быть, какой-то, действительно, как вы говорите, музей истории военкомата Республики. А сколько, кстати, сейчас сотрудников военкомата, Великим Великой Отечественной войны? Если брать всех тех, кто в настоящее время трудится, то порядка 450 человек, включая военный комиссариат Республики Коми и 18 отделов, которые являются структурными подразделениями военного комиссариата. Это в городах и районах Республики Коми. Игорь Иванович, возвращаясь к службе, насколько хорошо налажена работа в этом военкомате в отношении с другими частями, где служат ребята? Насколько оперативно какая-то информация поступает оттуда о состоянии ребят? Насколько оперативно вы можете получить какие-то ответы на вопросы? Ну, взаимодействие у нас с войсковыми частями осуществляется по обращению, значит, или родственников, или родителей военнослужащего, значит, которые призваны, например, если Сыктывкара, то Сыктывкарский, да? Значит, мы направляем запросы в войсковые части, получаем оттуда ответы, информируем родственников полностью, то, что информацию мы получаем. Необходимо, если оперативно связаться, то, значит, по телефону постараемся, по телефону, если у нас информация есть, с телефонов, скажем так, войсковых частей, то мы связываемся и по телефону, стараемся связаться. Вот, если военнослужащие, например, заболевают, то мы оперативно тоже сообщаем телеграммой уже в адрес войсковой части о том, что, например, получил там травму или заболел военнослужащий. Вот, а также в течение года мы, ну, то есть это не в течение этого года, а вообще по указу, по решению главы республики Коми, значит, мы мониторим постоянно прохождение службы военнослужащими, которые призваны вот с нашей территории. То есть все ребята, получается, как бы под неусыпным оком находятся, контролируют. В случае, если возникает ситуация такая, что не очень хорошая, к примеру, там, или что-то с однослужащим случилось даже вплоть до того, что глава республики Коми направляет комиссию в эту войсковую часть для проверки. Можно сказать, что сейчас военный комиссариат стал более открытой такой структурой, потому что все-таки Министерство обороны это довольно закрытая, так скажем, да, структура. А военный комиссариат стал ли более доступен для общения, допустим, для родителей? Да, конечно, более доступен стал. У нас и в состав призывных комиссий входят родители военнослужащих, которые избираются. То есть призывник может прийти с мамой, с папой и, как говорится, пройти на заседание призывной комиссии и выслушать, как говорится, то решение, которое гражданину будет выноситься. И решить все вопросы. Кроме того, в любое время может посетить войсковую часть, как говорили, и ни один командир не откажет, там даст увольнение и все. Поэтому... Даже могу добавить, что начало каждого призыва создается так называемый родительский комитет из родителей военнослужащих, которые как раз отправляются на службу из призывников. Вот. И этот родительский комитет также работает во взаимодействии с военкоматом. Если есть какая-то необходимость, военкомат всегда подключается, оказывает всяческую помощь. То есть сотрудничество сейчас более плотное? Хочу еще добавить для ребят. Открытость наша полностью. Мы уже, наверное, с 2006 года, скажу так, что мы ребятам говорим, кто приходит первым раньше всех на призывную комиссию, тот может выбрать место службы. Я говорил раньше, пожалуйста, приходите, выбирайте. Потому что когда они приходят в конце призыва, говорят, я хочу в ВДВ, мы говорим, извини, ВДВ уже нет. ВДВ уже ушло. Да. Поэтому мы для ребят открыты, никто не скрывает то, что хочешь выбрать место службы, пожалуйста, никаких в этом проблем нет. Вот так, учтите. Друзья, есть у нас телефонный звонок. Добрый день. Алло. Алло, мы вас слушаем. Алло. Сорвал телефонный звонок. Как вы считаете, что в большей степени сейчас влияет на изменение отношений ребят к прохождению военной службы? Какие-то, может быть, то, что президент уделяет особое внимание армии, какие-то условия для получения, допустим, жилья, о котором сейчас много говорится. Виктор Васильевич, как вы думаете? Ну, во-первых, в целом поменялось отношение и государства к вооруженным силам, особенно в последнее время. То есть идет переоружение современной техникой, улучшается быт, изменяются условия службы, соответственно, да и немалую роль играет то решение о том, что непроходивший службу не может занимать должности на государственной службе в дальнейшем. То есть все это дает свои, так сказать, положительные результаты по отношению к воинской службе. Ну и в настоящее время в вооруженных силах как-то и уменьшилось, во-первых, и уменьшились так называемые пресловутые неуставные взаимоотношения. Это видно и по статистике, которую мы ведем, там мы контролируем. То есть все это положительно сказывается и на отношении к вооруженным силам, и на желании идти служить, и по контракту, и по призыву. Я считаю так. Есть у нас заготовленный опрос. Мы вышли на улице Сыктывкара, спросили у граждан, гостей города, как они относятся к военной службе, к тому, чтобы, допустим, их молодой человек служил или нет, насколько для них это имеет значение. Давайте сейчас, пожалуйста, посмотрим. Как вы считаете, делает ли армия из ребят настоящих мужчин? Делать думаю, да. А вы сами служили в армии? Да, служать. Как без армии? Сюда все в армию ходить надо. Я сам служил в армии, и считаю, что каждый молодой парень должен служить в армии обязательно, для того, чтобы защитить нашу родину от захватчиков. Скажите, делает ли армия из ребят настоящих мужчин? Конечно делает. Я считаю, что делать, служить обязательно надо, школа жизни. Многие сейчас шлаются от подворотного, а когда приходят оттуда мужчины настоящие, это за год невозможно сделать. Все-таки нужно служить как раньше, два? Два года это как минимум, я считаю, да. Конечно, обязательно делать. И служить должен каждый сознательный гражданин. Для вас имело бы большое значение, если бы ваш молодой человек прошел службу в армии? Ой, наши молодые люди прошли свою армию в своей молодости. Уже внуки в армии. Ну, я считаю, это долг родине, это как-то воспитывает мужчину. Папа служил и брат служил, и мне кажется, что это для настоящего мужчины это важно. Все-таки армия идет на пользу наших мужчин. Конечно, мужчины. Настоящие мужчины формируются где? В армии. У меня мой сын служил в армии, и я этим очень горжусь. Мне никто никогда не сказал, ах, вот ты там отмазал своего ребенка. Я очень довольна. И армия все равно, что бы ни говорили, она очень много дает. Ну, вот такие ответы прозвучали, я думаю, они говорят сами за себя. Мне кажется, что служба в армии это еще уникальная возможность для ребят, так сказать, на ощупь, поработать с разными вооружениями, с разной техникой. Мне кажется, это уникально, да, как вы считаете? Ну, естественно, армия это единственный год в жизни, который человек попадает в ту среду, в которую он больше никогда не будет. Там все новое. Там новая техника, новые условия жизни, новый коллектив, взаимоотношения. Соответственно, это очень положительно сказывается на формировании личности молодого человека. Это школа мужества. Это не громкие слова, а так оно и есть. Вот, кстати, не так давно было создано арктическое у нас подразделение, да? Мы, поскольку здесь тоже северяне, попадут ли туда ребята из нашего региона? Все-таки попадут. Вот это 80-я бригада, которая дислоцируется в Волокурте как раз. И вот довольно-таки большая часть граждан, которые изъявили службу проходить по контракту, и направляются именно туда, в Волокурте. То есть наши ребята будут недалеко, так скажем? Да, недалеко. А так, да, в Волокурте служат очень много тоже. Ну, в основном они местные, в Иркутинске и Печорске, которые не хотят убежать. А вообще, прохождение службы Игоря Ивановича рядом с домом, это в какой-то степени лучше, чем, допустим, человек с западной части страны будет служить, например, на Дальнем Востоке? Или разницы особой нет? Ну, скажу так, что есть категория граждан, которые при призыве, например, им разрешается проходить службу на территории субъекта. Но, скажу, что тенденция самих призывников уехать подальше. Больше узнать, поговорить, нет. Почему? Потому что у нас ограничено, скажем так, войсковых частей, у нас на территории субъектов всего лишь, то есть внутренние войска МВД и космические войска, да. А ребята хотят, в основном, ну, как многие, которые идут с правом, то, что могли бы проходить на территории республики, да, к примеру, они хотят служить и в сухопутных, и в МВД, и в Тотморфлот. Поэтому приходится им уже ехать чуть дальше. Ну, где он еще бесплатно, как говорится, съездит и мир, посмотрит тоже Францию, Италию, Испанию, если он на флоте служит? Пожалуйста. Можно и мир посмотреть, и послужить. Виктор Васильевич, наверняка есть сотрудники военкомата республики, которых должно быть удостойно какого-то особенного внимания. Ну, за период, конечно, деятельности военкомата, у нас в военкомате работало и работает большое количество достойных людей, вот, к примеру, можно зато напомнить о таких, вспомнить о таких людях, как военком, полковник Плотников, это военный комиссар республики Коми в 60-х годах, это участник Великой Отечественной войны, которому в 1996 году присвоено звание Героя России за подвиг, совершенный в годы Великой Отечественной войны. Кроме того, у нас, значит, работают заслуженные работники республики Коми. Это генерал-майор Насыров Венер Тимир Галевич, Мамонова Вера Ивановна, вот, как я говорил уже, вот, полковник Апытин, написавший книгу «Кандидат исторических наук». Кроме этого, у нас юрист работает, полковник Стоцкий Анатолий Филиппович, это заслуженный юрист Министерства обороны. Вот, кроме того, за всю, ну, за годы в военкомате очень много работает участников и боевых действий в Афганистане, в Чечне, это офицерский состав в основном, вот, которые награждены боевыми медалями и орденами. Свыше 30 сотрудников военкомата у нас награждены медалями за отличие... За трудовую доблесть. Медали, награждены медалью за трудовую доблесть. В общем, все сотрудники достойные, все почетные. Ну, большое количество, тем более, если у нас за их много сотрудников награждаются, кроме того, и почетными грамотами, и благодарственными письмами командующего округа, и главы республики Коми. То есть, мы никого стараемся не забывать, руководство, вот, ну, соответственно, работники наши на это откликаются и добросовестно выполняют свои служебные обязанности. Дмитрий Викторович, буквально у нас осталось вот 30 секунд. Что можете сказать хорошим своим коллегам, как их поздравить? Пользуясь случаем, разрешите мне поздравить всех ветеранов военного комиссариата, всех тех, кто работал в военном комиссариате и работает в настоящее время, пожелать им благополучия, семейного счастья, успехов в нашем нелегком труде, в нашем фронте. Ну, всего самого наилучшего. Спасибо вам большое. То есть, будет почетен. Спасибо вам большое. Тоже поздравляем от нашего телеканала вас с праздником. Спасибо. Пусть у вас все тоже будет хорошо. Уважаемые телезрители, в случае с практики выйдет в эфир завтра. В прямом эфире будет пластический хирург. Побеседуем о трендах в этой сфере медицины. До встречи. Всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин